В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. В былые века женщин, которые ожидали ребенка, оберегали от сглаза и прочих явлений, связанных с суеверием. Несколько десятилетий назад было принято поменьше бывать на людях и особо не увлекаться своей внешностью. В наши дни концепция поведения в период беременности совсем иная. В ее основе получение положительных эмоций, в том числе и от посещения салонов красоты. Подробности в самом начале. Концепция женской красоты в нашем веке часто стирает всякие границы. Ухоженной и стильной необходимо оставаться в любом возрасте и любом положении, даже самым интересным. Разумеется, перед посещением салона важно лишний раз проконсультироваться со своим врачом. Наш эксперт – доктор Наталья Александровна Дейнега. Разрешены процедуры, которые приносят удовольствие и позитивное настроение для женщины и являются профилактическими моментами для того, чтобы избежать в последующем, когда родится малыш, каких-либо проблем на лице. Очень повышена работа эстрогена идет, гормональная функция. И у женщин, у которых была в периоду беременности нормальная кожа, она становится очень сухой, либо появляется шелушение, покраснение. Фигментные пятнышки – это опять-таки связано с гормональным фоном. Для этого тоже существуют процедуры, и в качестве уходовых препаратов выбираются чистые, экологические, без консервантов, линейки. Как известно, список спа-ритуалов в период беременности значительно сокращается. Под запрет попадают бани и прочие паровые воздействия, аппаратные методики и массажи, вызывающие дискомфорт. При этом разрешается все то, что связано с природой и проверено веками. Программы для тела тоже включают в себя только ручные техники. Можно делать обертывание, хорошо уходит отечность, страдают во второй половине беременности многие. И эстетический, приятный, очень такой позитивный эффект. Не отменяется при беременности и декоративный макияж. Конечно, можно обойтись и без него, но все же для многих возможность не изменять своим привычкам – приятная новость. После беременности, если не защищать кожу, возможно, пигментация. Минеральная косметика очень с этим хорошо справляется, кожа дышит. Минералы выращиваются в инертной среде, то есть не дают плодиться бактериям. Минеральной косметике даже, возможно, спать. Серьезные какие-то воздействия на кожу исключены, то есть на татуаж нельзя делать, а им на беременном хочется непременно выглядеть хорошо. Поэтому есть альтернатива – биотатуаж. Держится до трех недель, очень красиво и очень стойко. Этот татуаж выполняется с помощью хны, без воздействия на глубинные слои кожи, просто наносится кистью и счесывается. Оставаться в строю ухоженных и стильных женщин позволяют приведенные в порядок ногти. Впервые о создании лака с натуральным составом задумалась, будучи беременной, модель картика Луи. И это стало толчком для выпуска его в тираж. В состав лака в Кюрбазар входят натуральные компоненты – это картофель, пшеница и крахмал. И даже этот бренд пошел еще дальше. То есть теперь есть растворитель, который удаляет лак точно так же безопасным образом, не влияя никоим образом на ногти. Проводился эксперимент, в баночку с этой жидкостью ставилась роза, и роза не вянет. То есть настолько натуральные компоненты, что можно тоже об этом не задумываясь, спокойно пользоваться и быть красивой. Также для многих женщин в период лактации и беременности большой проблемой становится запрет на окрашивание волос. Особенно для тех, кто имеет седые волоски и не любит свой природный оттенок. Но и на это у индустрии красоты есть свой ответ. Конечно, обычными красителями, которые вы пользовались до беременности, вы отменяете. И опытный стилист-парикмахер сразу скажет, имеются в арсенале препараты для окрашивания волос, гиральная косметика, природные растительные компоненты, которые на маслах. В этот период также очень нужно и необходимо делать СПА-процедуры для волос. Все, что связано со словом СПА, это для беременных женщин. Уверенность в себе и хорошее настроение, важные в период ожидания ребенка, часто поддерживает наше отражение в зеркале. Также стоит отметить, что ухоженная внешность позволяет женщине, заботясь о будущем малыше, не выпадать из активной жизни. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. В разные времена великие модельеры вдохновлялись путешествиями, политическими потрясениями и научными открытиями. В наш век дизайнеров вдохновляет реальная жизнь. Образы людей, увиденных на улицах больших городов и не только, попадают на мировые подиумы. Термин «стрит-стайл» уже давно не нуждается в переводе. Сегодня под ним подразумеваются как яркие типажи модных столиц, так и молодые дизайнеры, работающие в этом направлении. Знакомьтесь, Никита Яруцкий – основатель уличного бренда из Санкт-Петербурга, известного сотрудничеством с музыкантами, художниками и экстремалами. Приехал в Челябинск, чтобы рассказать об уличной культуре. Наша одежда выполняет такую роль формы, в которой они занимаются и графити, либо брейк-данс, либо скикборд, сноуборд, ну все что угодно. То есть это целый пласт молодежи, такой альтернативный. Мы делаем бренд, чтобы был доступен для нашей аудитории. То есть они могли спокойно купить там одежду, покататься в ней, и порисовать граффити, и не бояться, что если они там порвут или покрасятся, это одежда, ну там краска, когда человек рисует, что это не будет катастрофой какой-то для него пойти купить нового. Если рассматривать стрит-стайл не как направление фотографии, а с точки зрения дизайна и бизнеса, то получится сформулировать основные признаки этого сегмента. Авторский принт уличных художников на трикотаже разной плотности, плюс функциональные аксессуары. Это на самом деле такая, ну некая отчасти наша боль в магазине, о том, что когда приходят какие-то молодые люди, кто еще не очень хорошо там что-то знает, понимает, и начинает сравнивать эти вещи с масс-макетом, да, говорят, да, я такую же футболку там могу купить за 500 рублей. Мы объясняем каждому нашему клиенту о том, что это абсолютно разные вещи, да, то, что в каждом бренде и лежит какая-то идея. Как это часто бывает в подобных стартапах, люди просто начинают создавать то, чего хотят сами, а купить этого нет возможности или этого просто не существует. В случае Сантеатр, 9 лет назад они перерабатывали идеи зарубежных брендов, но затем уже успешно создавали свои узнаваемые иконы. Ну, наша фишка в том, что за 9 лет работы у нас появились такие иконы, бестселлеры, то есть модели, которые, ну, по которым нашу марку узнают, и которые олицетворяют, как бы, наш бренд. То есть определенные силуэты, которые продаются каждый год, они переиздаются там в новых материалах, в новых технологиях, и конкурентов действительно много. Ну, я считаю нормальным, если люди вдохновляются и делают какой-то свой продукт, ну, основанный, допустим, на модели конкурента, но что-то привносит свое туда, то есть делают там хотя бы какие-то, ну, что-то свое, а не просто делают абсолютную копию. Я однозначно могу сказать, что сейчас просто бум на стрит-вир, ну, уличную моду, бум именно на отечественный стрит-вир. Одинная аудитория, это там 14-20 лет, кто особо увлечен этим, но влияние там уличной моды можно увидеть и на людей, и по старше возраста, гораздо старше и гораздо моложе, все очень хорошо сейчас разбираются. А все это, на самом деле, пришло из высокой моды, потому что на всех неделях моды можно увидеть тренд на уличный стиль, на дарк-стайл, на стрит-стайл. Это Джигаша Рубчинский, которого купил Ком де Герсон, да, который, ну, там, с ума сходит по всему русскому, российскому, на все, что пришло с улиц, по нашим таким люмпинам, пролетариату. Это сейчас очень так прям актуальная тема. Вот так вот проходит сейчас, я считаю, революция, вот в этих лозунгах, которые активно большими буквами пишут на стрит-вере, да, это самовыражение, это некий бунт, это такой протест общества, состояние и так далее. То, что ты носишь, должно быть не просто красивая одежда там или что-то такое, это должна, одежда должна соответствовать занятию тому, чем ты занимаешься. То есть, вот, многие, допустим, на себя что-нибудь нацепят, и оно немного совсем к другому относится, а они этим не занимаются. Ну, мне как бы это немного смущает и раздражает. Ну, то есть, люди так показанно одеваются, и все. Идея выражать себя через одежду не нова, но сегодня, помимо того, чтобы послать миру месседж о своей принадлежности к профессии, субкультуре или увлечению, необходимо заявить и о своей индивидуальности. Этому способствует направление моды стрит-стайл, и встрече с людьми, его создающими. Все краски летнего настроения в коллекциях от Max Mara Fashion Group. Изысканные и креативные идеи итальянских дизайнеров от бренда Penny Black на первом этаже ТРК Куба. Penny Black. За модой. К нам. Цветочная мастерская «Экзотик» – последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний, дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда. Павильон 3. Телефон 777-1011. Работаем круглосуточно. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Маммопластика. Пересадка волос. Блефоропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». Это «Бьюти Тайм». Далее о выпуске несколько стильных комплектов, собранных из коллекции наступившего сезона. Летом все становится легче. Ткани, цвета, фактуры. Это распространяется и на верхнюю одежду, которая летом просто необходима. Такая модель, как парка, попадает в разряд ультрамодных. Но даже если большинство дизайнеров не вдохновились этой темой, на востребованности парки это не сказалось. Мягкая, уютная фактура замши в облегченном варианте используется в различных моделях верхней одежды. Замшевый кардиган или куртка-косуха деликатного светло-бежевого оттенка – это базовые модели, которые могут участвовать в самых разных комплектах. Тема укороченных курток продолжает «Бомбер» и «Косуха» с такими же необычными фактурами. Летнее пальто – вариант более выразительный и даже экстравагантный. Этим летом стилисты по-прежнему рекомендуют модели «Оверсайз» на 2-3 размера больше приличного. Еще один вариант на лето – элегантный плащ лаконичной формы, подходящий вариант для делового образа, а также необычных стилистических экспериментов. Есть масса плюсов в том, что летом приходится носить верхнюю одежду. В каком-то смысле она помогает разнообразить гардероб и дает простор для модного творчества. В этом году традиционный конкурс «Бэби-модель» решили провести в формате фестиваля детского творчества. О том, как проходит подготовка, смотрите прямо сейчас. Решение поменять формат конкурса «Бэби-модель» связано с тем, что за последний год организаторы собрали вокруг себя большое количество потенциальных участников. Кроме того, у ребят есть возможность проявить себя в четырех направлениях – хореография, дефиле, актерское мастерство и художественное слово. На показе зрители увидят ассортимент школьной формы, коллекцию «Карусель» и коллекцию «Вперед, весне, навстречу». Помимо дефиле, зрители увидят выступление хореографической студии, которая работает также в разных направлениях. Такой микс у нас впервые. Поскольку началось все с моды, показам коллекции одежды уделяется особое внимание. Подготовка к дефиле – это не только репетиции, подиумные хореографии, но и бэкстейджи с примерками, которые начинающим моделям в новинку. Сложно иногда. Бывают позировки. Я так-то все справляюсь. У меня получается. Я не боюсь. Я хочу, чтобы у всех все получилось. И получилось всегда. Участницы фестиваля уже ведут себя профессионально. Не выбирая одежду, примеряют все, что подберут стилисты. Три абсолютно разные направления в одежде. Но все это будут дети. Дети будут разных возрастов, разных категорий, но суть одна. Все дети будут нарядные, блажные, красивые, веселые и соответствуют теми, в которые они будут участвовать. В эти дни подготовка фестиваля проходит на нескольких площадках. О том, как репетируют танцоры и чтецы, покажем в следующем выпуске. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Популярное явление наших дней под названием Handmade Market на этот раз трансформировалось под формат встречи подруг по соцсетям. Содержание привычных нам маркетов было абсолютно традиционно, а вот аудитория ограничилась только мамами и детьми. На самом деле к нам приходят не только мамочки в декрете, но уже и те, у кого детки достаточно взрослые, и даже те, кто только хочет завести ребяночек. По содержанию ярмарка так или иначе связана с детьми. Игрушки, посуда, сладости, одежда – все это выпущено под знаком Handmade, а значит, несет в себе идею эксклюзивности. Я думаю, что футболки подходят для, ну, естественно, для мальчиков на дни рождения, на, не знаю, там, на праздники в детские сады, на всевозможные выходные мероприятия в город. Они нарядные, они простые в носке. Я сегодня являюсь гостем на выставке, и я очень рада, что в нашем городе получают развитие данные мероприятия, ведь это площадка взаимных интересов. С одной стороны, это креативные, талантливые люди, которые проявляют свое творчество и воплощают свои идеи, превращают их в бизнес. А с другой стороны, это люди, которые любят и ценят ручную работу Handmade, любят приобретать вещи в единственном экземпляре, а также посещают данные мероприятия, делают для себя выводы и, возможно, в дальнейшем сами занимаются творчеством в том или ином направлении. За этот год след мам проводится уже в десятый раз, и в каком бы формате он ни проходил, с каждым разом единомышленников становится все больше. Программа этого события весьма разнообразна. От детских игр с аниматорами и лекций врачей многопрофильного центра до сеанса у мастера татуировки. Вы знаете, у нас очень много мам, которые у нас модные, современные и очень много желающих действительно на самом деле сделать себе татуировки, особенно имена своих детей. И, то есть, ну, подумали, подумали и решили, что это будет уникальная такая возможность, когда действительно мама без мужа втайне может прийти, быстренько себе здесь что-нибудь сделать и уйти счастливая, довольная и с татуировкой. Ну, а раз мама довольна, то и дети должны быть счастливы. Чем удивят в очередной раз участницы слета мам, остается только догадываться, а способны они, судя по всему, на многое. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Имидж-клуб Светлана представляет. Фестиваль детского творчества. Хореография, мода, театральное искусство. 22 июня. Дворец пионеров имени Крупской на Алом Поле. Партнеры проекта. Сады России. Лига джентльменов. Производственная фирма Вера. Рекламно-производственная компания Skyline. Подробности на сайте светлана74.ru Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Диагностика, правильное питание, аппаратная и инъекционная косметология лица и тела, фитнес, тренажеры, танцевальные программы, позитивная психология. Дом эстетики и медицины «Формула». Мы делаем этот мир легче. Телефон 211-50-30. С 30 мая по 30 июня. День одной цены. Специальные цены на часть коллекции тканей в салоне тканей «Тесура» на Тимирязево, 26. Выпуски «Бьюти Тайм» и другие проекты о красивой жизни всегда на сайте bt31tv.ru А у меня все. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.